Радио Город ФМ Радио Город ФМ Радио Город ФМ Спасибо, все хорошо. Рады, как говорится, слушать свой родной язык. Чоким Сагбу. Но мы помним из предыдущей программы, как сделать Талышу приятно назвать несколько слов на его родном языке. И, кстати говоря, произношение мое по достоинству оценил наш третий гость, который на город ФМ, во всяком случае, впервые в эфире. Зайродин Ибрагимов, историк, исследователь и преподаватель талышского языка в талышских курсах Межнациональной библиотеки. Зайродин Агарзаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Талышский язык. Талышский язык мы сегодня не случайно избрали темой, потому что, Эльшан Ахмедович, помогайте. Что у нас на календаре? На календаре у нас сегодня, правда, 22 февраля, а вчера, 21, что было? У нас получилось, что и в первый раз, когда мы к вам пришли, и оказалось так, что 12 октября, этот день заключения перемирия между Персидской империей и Российской империей, в 1813 году, и через 12 лет было заключено Гридстанское мирное соглашение. Сегодня 22 февраля, вчера мы отметили Международный день родного языка, с чем я вас всех поздравляю. Он так и формулируется, именно день родного языка, не талышского языка. Не-не-не, Международный день родного языка, 21 апреля отмечается. Февраля. 21 февраля. 21 февраля, да. Поздравляем вас. Спасибо. Тут я уже на более привычный русский перейду, хотя какие-то заготовки на талышском у меня есть. Подготовился, а Зайродин Агарзаевич мне тут подсказал, где что правильно, что неправильно. Еще, еще одна такая особенность и нашей программы в целом, и вообще всей нашей сегодняшней беседы. Наш первый эфир, он всегда ознакомительный. То есть мы объясняем, кто такие представители национальности. Ну, с талышами это особенно, я напомню нашим радиослушателям, талыши это север Ирана, юг Азербайджана. Вот преимущественно там люди живут. Если что, у нас предыдущая программа 12 октября датирована, можете ее найти, у нас там все довольно-таки так весело. Но мы очень часто в программах, когда обсуждаем какие-то планы, или просто когда вот что-то хочется-хочется, и мы это обязательно скоро сделаем, мы любим сопоставить. Было-стало. Вот выразили, озвучили мечту, желание, которое было, а как стало. И вот сейчас я как раз и предлагаю нам с вами ненадолго вернуться в 12 октября 2021 года и послушать фрагмент той программы «Наши люди» с участием как раз Илкина Амирова и Ильшана Гасанова. Я неоднократно нашла общение по этому поводу, что надо создавать платформы, на которых наши же талыши будут изучать свою историю. У нас много образованных людей, естественно, которые знают историю и знают письменность. То, что ее не преподают, это не значит, что они никто не знают. Поэтому в любом случае у нас есть люди, дай бог, когда мы уже откроем, мы, может быть, вам тоже сообщим, если вам будет интересно о том, о тех платформах. Да невозможно, точно, точно. Первым делом вы придете и специалист сюда приведете. Мы можем даже здесь что-то типа онлайн-марафон, онлайн-преподавание. А почему бы, кстати говоря, и нет в Ралли-экспресс-урок? Вот придете, допустим, вы, преподаватель и обучаемый. Как говорится, не прошло и полгода. Во всех смыслах между 12 октября и 22 февраля явно меньше, чем 6 месяцев. И вот действительно свершилось. В Екатеринбурге теперь можно изучать талышский язык. У нас в связи с этим и Зайродин Арзаевич сегодня. Но, Эльша, наверное, вы скажите, как вот в прошлый раз мы говорили, что может быть, может быть, откроем курсы. И вот все, и они уже открылись. А у нас, получается, после 12 октября мы сейчас затронем два момента. Первый, мы 20 декабря провели древний праздник талышский, Челлашав. Но это потом, если время позволит, вернемся, что за праздник. А второй момент, 29 января, мы здесь на площадке Межнациональной библиотеки открыли курсы изучения талышского языка. То есть уже почти месяц они работают? Да, 4 занятия мы уже провели. И преподавателем там является уважаемый наш Афсакал Зайродин Арзаевич Ибрагимов. Я думаю, он лучше и больше меня может рассказать как бы об курсах о талышском языке, о талышской культуре. Я только один уточняющий еще вопрос задам. Это первые подобные курсы на территории России? То есть Екатеринбург может в этом смысле считать себя пионером или все-таки нет? Совершенно верно. Да, вы что? Совершенно верно. С Екатеринбурга начинается изучение талышского языка России. Ура, товарищи! Покоряем Россию талышским языком. Это даже можно отнести не только на территории, это можно отнести и постсоветские территории. Даже озарядка мы можем туда выключить. Ничего себе! То есть все, кто хочет изучать талышский язык в Екатеринбург. Мы надеемся, что наши остальные тоже организации подхватят и в своих регионах тоже начнут открывать. Мы дадим им толчок, если у них нет каких-то учебных программ, тоже готовы, конечно же, делиться. Самое главное, чтобы была обратная связь, чтобы люди узнали об школе и у них появилось желание тех же самых других регионов. Говорим, в России-то не только в Екатеринбурге мы живем. Пусть открывает, мы всегда посодействуем, как говорится. Поэтому обращайтесь к нам. Просто распространите ссылку на эту программу среди всех знакомых талышей. Можем даже сейчас сообщить, пока у нас еще идет прямой эфир. Я, кстати, напомню, наши контакты. Мессенджер, ватсап, плюс 799-15-15-107-6. Телефон прямого эфира 2-2-7-107-6. Все, Заиродин Ибрагимов, вам слово. Один, вы в одиночку преподаете? Спасибо. Нет, вот Эльшан Ахмедович мне помогает, на самом деле. Он большой энтузиаст в этом деле. Он очень много чего продвигает, на самом деле. И областной правительственной уровне, и среди талышской молодежи, и среди талышских активистов. Он очень много чего сделает, очень полезное. Для того, чтобы добиться вот такого успеха. У него очень большая заслуга. А вот насчет себя я могу сказать, что на самом деле я тоже хотел этого. Чтобы талышский язык не исчезнул, чтобы талыши изучали свой язык. Я хорошо знаю, что у талышей пассионарность в последние, можно сказать, в последние 30 лет, да, очень усилилась. Это ввиду того, что талышский язык де-факто находится под запретом. И у талышей нет возможности изучать свой язык, свою историю, свою культуру. Поэтому то, что во главе с Ельшаном Гасановым мы создали эту организацию, и появилась очень хорошая возможность, чтобы реализовать все это желание, которое у нашего народа есть такие проблемы, возрождение своей культуры. И вот мы, используя все эти возможности, которые в российском законодательстве, которые есть такие возможности для каждого народа, чтобы изучать свою историю, сохранить свой язык, развивать свой язык. И вот мы использовали все эти возможности и вот добились такого результата. И еще я честно признаюсь, что среди молодежи я не ожидал такого энтузиазма. Мы думали, что от пяти... То есть вы пришли, полная аудитория, в основном тех, кто родился уже в 21 веке, так что ли? Да, да, конечно. Они в России родились, они в России получили воспитание, там учились и так далее. Да и в российской школе они учились. Ну сколько человек пришло на первое занятие? Мы думали, что максимум до пятнадцати. Вот от пяти до пятнадцати человек. Поэтому мы сняли самый маленький зал. У нас в России 5-15 человек. А сейчас в журнал мы специально ведем, в журнале уже 19 человек записано. И еще больше будет увеличиваться. Журнал скоро новый покупать придется. Наверное. По поводу законодательства. Российское это законодательство не запрещает талышский язык? То есть здесь у вас юридически никаких проблем нет? Никаких проблем нет. Наоборот, мы находим поддержку. Идут нам навстречу? Да, я воспользуюсь как бы моментом. Хотел бы выразить слова благодарности Интернациональному союзу «Диаспор» во главе Нукрым Радьевича Шабляшвили и руководству Межнациональной библиотеки в лице директора, заместителя директора. Потому что этот вопрос мы поднимали аж после январских праздников, где-то числа 13 января. И вопрос решился в течение там абсолютно двух недель. Две недели, 16 дней. Да, две недели. Даже мы иногда сами не успевали подготовиться. До этого вот как бы у нас мы хотели открывать эти курсы, но мы хотели немножко наших детей подготовить к этому, потому что мы-то думали в прошлом, позапрошлом году, если мы курсы откроем, какое-то время дети пойдут, а потом они расхотят. Поэтому как бы мы немножко подготовили детей к этому. И сейчас мы видим результат. Даже вот последнее занятие, четвертое занятие было, они подошли ко мне и говорят, а можно в весеннем каникуле, там когда с 20 по 30, они, по-моему, где-то 7-8 дней отдыхают, а можно тогда в этих каникулах ежедневно можно провести занятия? Как именно проходят занятия по талышскому языку и другие детали, мы продолжим рассказывать, но сейчас небольшую паузу сделаем. Город ФМ Программа «Наши люди» на Город ФМ продолжается. Эльшан Гасанов, председатель Талышской национальной культурной ассоциации, Илкин Амиров, руководитель ее молодежного крыла и историк-исследователь-преподаватель талышского языка в талышских курсах в Межнациональной библиотеке Зайродин Ибрагимов. Как преподают, еще раз напоминаю, историческое событие. 29 января этого года первые вообще курсы талышского языка открылись в Екатеринбурге. И вот все это у нас уже происходит. От желающих отбою нет. Скоро за новыми журналами придется идти. Ну, это, конечно, хорошо. Вот правильная мысль. Эльшан Гасанов затронул. Действительно, вот когда все начинается, то поначалу интерес действительно велик. Потом он может идти на спад. И вот самое главное не упустить этот момент. Но вроде как и этот рубеж, этот крутой поворот, что называется, проскочили. Что из себя вообще представляют уроки и Межнациональная библиотека? Я вот сначала подумал про одну, а мне сказали про другую. Где? Где эта точка? Где эта улица? Где этот дом? В городе Екатеринбург, улица Академика Бардина, 28. Межнациональная, областная, Свердловская областная, Межнациональная библиотека. Так, все, забили себе все метки, геометки соответствующие. Кто хочет идти туда, изучать язык? И еще такой момент. Вот как раз получается первые занятия у нас. У нас открытие было 29 января. И как раз по стечению обстоятельства 30 января мы здесь отмечали 10 лет регистрации первой Талышевской организации. Это совпадение? Или вот вы это так специально подгадали? Вот честно я вам скажу, это совпадение. Мы даже не планировали ничего, потому что мы изначально хотели провести занятие в воскресенье. В воскресенье получилось у нас в январе 30. Но так как в воскресенье библиотека там не действует, не работает, мы перенесли на 29 число. И сами себя, и Межнациональная библиотека нам вот такой подарок замечательный сделал. И им за это огромное спасибо. Пусть и дальше продолжают. Пусть уже не преследуют. Они идут рядом. Они сами просятся на свидание. За это, как говорится, надо выпить водички, водички выпить. А мы не возражаем. А мы не возражаем. За Иродина Газаевич, волновались сильно? Долго ли готовились? И вообще, что это для вас? Потому что одно дело мечтать, носить все это в себе, а в другое дело подготовиться. Как для вас этот процесс подходил? Ну, волнения не было. Вообще не было. Честно, я понимаю, что не было. Потому что... Редкий случай. Я сам педагог. У меня, значит, педагогический стаж 22 года. И я сначала работал где-то лет 10 лет я работал с начальными классами. Все это здесь или... Нет-нет, у себя на родине. В советские времена. В советской школе. Потом после получения исторического образования, высшего образования, я начал преподавать в старших классах. И истории начал преподавать. Так что у меня, я думал, что у меня было очень достаточно педагогического опыта. Было. Поэтому я после долгого-долгого отрыва от педагогической деятельности и с большим удовольствием я начал вот эту работу. Форму не растеряли, судя по всему. И вот у меня даже было вот такое, значит, скука, что ли, для педагогической работы. Понимаете? Потому что я по профессии же педагог. И тем более такой возможность, появилась такая возможность, чтобы работать с талышскими ребятами, которые, они вот не хотят ассимилироваться, они хотят свою идентичность сохранить. Именно такие люди нам нужны. Ну да, мы говорили об этом. И вот Илкин, яркий пример молодого поколения, что родился здесь. Язык все-таки в основном русский. А талышский, это что-то вот приходится как-то и самому изучать на ходу. Да, наш преподаватель сегодня сказал, что, по сути дела, изучения нет. Ну, в любом случае, в домашних условиях-то мы все равно, конечно, родители нам дают знание языка на бытовом уровне, конечно же. Сегодня у детей появилась возможность не только изучать язык, но и историю, происхождение. Язык, это, конечно, очень важно, но надо помнить свои, как говорится, корни. Ну и мы вообще на этой платформе решили прям очень серьезно развиваться. Не только будет введение истории и талышского языка. Мы думаем, что мы можем многое другому научить наших детей. Это просто... Это самое основное, конечно, направление, это язык и история. Я думаю, у нас много есть специалистов талышей в других сферах, и мы будем просвещать наших детей, наше будущее поколение, чтобы они шли в массы и говорили, что они талыши, и сами тоже активно себя вели. Мы попытаемся в них разбудить, так сказать, посеять зерно, вот это вот, а дальше оно должно свисти. Самое главное, дерево посадить, поливать его, а потом, когда корни крепкие станут, оно уже само будет расти. Это наша, мне кажется, одна из основных целей, для чего вообще все это делается. Кажется, я знаю, кто из специалистов будет вести юриспруденцию и право. Дети еще маленькие, конечно, но, естественно, юриспруденция распространяется и на маленьких. Я думаю, что моя роль здесь будет не как юриста, а именно как просвещение с точки зрения того, что не делайте, например, глупостей, которые могут совершить некоторые молодые люди с возрастом. Я могу просто, среди своим опытом, рассказать, к чему это может прийти. И как, можно сказать, немножко такого воспитательного характера будет, если я буду рассказывать истории своей практики, которые, к сожалению, как сказать, не самые, так сказать, радостные истории для тех людей, которые их совершили. Поэтому, если детей с детства привычать к правильному, и они сами вырастут правильно и воспитают правильных людей. Нам тут уже вопросы радиослушатели присылают. Еще раз напоминаю, номер мессенджера WhatsApp плюс 799-15-15-7-6. А только талышским детям можно приходить или всем? Никакой проблемы нет. Любой человек, который желает знакомиться с талышской культурой, талышским языком, мы никакой препятствия не видим. Пожалуйста, добро пожаловать в талышский курс. По субботам? Только по субботам с 15 до 17 часов. В ближайшую 26-го все будет? Каждую субботу. Каждую субботу. Как по расписанию. То с 15 до 17 часов. И что? Что это из себя представляет? Люди пишут, люди читают, люди там как-то говорят, видеострим какой-то. Так, значит, вот эти два часа, которые мы занимаемся ребятами, это мы разделили на четыре части. Четыре предмета мы будем преподавать. Значит, мы начинаем с талышской речи. Вот после этого идет талышская литература. Изучаем талышские стихи и так далее. И потом идет талышская грамматика. Грамматические категории. Ну, не такие сложные, конечно. Самые вот перимитивные это талышские выражения, талышские вот окончания и так далее. Да, вот местоимения, числительные и так далее. Потом идет талышская музыка. И мы изучаем талышскую музыку и талышские песни. Инструменты музыкальные какие-то присутствуют? Пока нет. Пока нет, но в дальнейшем мы это все планируем, разнообразит наши занятия. За учебный процесс мы ни капельки, честно говоря, особо не переживаем, потому что у Зайрадина Галзаевича 22 года педагогического стажа. Он историк по профессии, исследователь талышского языка и составитель талышского словаря. Так что все, с этим никаких проблем у нас не будет. Словарь тоже единственный и неповторимый в своем роде. Или нет? Талышско-азербайджанский словарь. Талышско-азербайджанский Или вернее азербайджанско-талышский Азербайджанско-талышский, да. Ну, за учебный процесс у нас особо... Хотя каждые четыре занятия мы провели, в каждом занятии от начала до конца я присутствую. Дети у нас не сглазит бы. Очень послушные, воспитанные, никаких проблем. Образцовые. Да, образцовые. Не сглазит бы. Я думаю, что не сглажу. Ну, потому что, если кто-то хулиганит, то его тут же берет Илкин Амиров и рассказывает. У него есть истории о своей практике. Честно говоря, я вслед за ними, когда вот преподаватель уважаемый наш там оттуда преподает или что-то, какое-то задание дает, я иногда по рядам хожу, но мало что ли, ребенок в русской школе учится, как воспринимает речь и что записывает у себя на тетрадке. Я вот честно вам скажу, я удивляюсь, они до такой степени четко все записывают, четко все осваивают. Никто с собой рядом телефон не кладет, никаких гаджетов или все это сдается на входе? Мы ничего как бы им не запрещаем, но они сами если можно сказать, что нет, они как бы не смотрят, ничего как бы, все нормально, все в порядке с этой стороны. Домашние задания есть, спрашивают радиослушатели? Нет, нет. Пока нет. То есть идите спокойно, ничего не задают. Мы не хотим загружать ребят, не хотим этого делать. Они идут к нам как на отдых, понимаете? А то, если мы будем их загружать, обременить их, чтобы дома надо вот это повторять, надо это задание выполнять и так далее. Мы этого не хотим. Не, ну может быть, радиослушатели имеют уже какие-то творческие задания, рассказ какой-нибудь составить. Свои обязанности, они же учатся тоже, понимаете? Мы не хотим, поэтому это у них как хобби, понимаете? Вот мы хотим, чтобы ребят было как хобби изучать талантский язык. У них вот именно, мы хотим у них вот создавать стимул к этому. Это очень удачно удается нам это сделать. стихов. Смотрите, мы участвуем во многих вообще общественных именно сотрудничествах, с объединениями, с библиотеками, домами культуры и всегда происходят какие-то выступления. Естественно, когда уже у нас сформируется полная группа, мы будем подключать этих детей, чтобы они выступали на этих мероприятиях, показывали активность такую, то, что они знают стихи. Пусть это будет четверостишья, но они все равно придут и расскажут. Естественно, мы планируем, чтобы они участвовали. Я же говорю, это будущее поколение. Сейчас оно должно себя, мы должны активно себя провести, показать им платформы, как минимум, где они могут себя показать. Мы же не знаем, кем они вырастут. Кто-то из них станет певцом, может быть, а кто-то станет артистом. И сегодня мы им показываем, вот здесь можно выступить. Он понял, что ему это нравится. Ему нравится выступать на своем родном языке. Кто знает, может в дальнейшем начать писать стихи на талургическом языке. А кому-то, например, это не пошло, не зашли стихи. У него другое в сфере спорт. Естественно, мы ходим какие-то соревнования в дальнейшем. У нас, видите, планы-то на самом деле наполеоновские, но мы их потихонечку исполняем. Первое было это школа, ее мы открыли. Дальше у нас уже тоже много чего интересного будет. Если будете приглашать, мы будем все о наших планах и наших успехов рассказывать. А у нас не просто планы и успехи, у нас еще такой небольшой должок, но о нем мы поговорим чуть позже. А вот если вы заговорили о планах, что еще в этом году вы точно знаете, что реализуется? Весной, летом? Ближайший план мы хотим отметить 20 марта древнеиранский праздник Навруз. Мы вот это планируем. Я думаю, что нам удастся провести достойно этот древний праздник. Знакомит наше подрастающее поколение, что наш народ имеет такие древние корни, такие древние традиции. Ну и надо полагать, один из уроков тоже будет этому посвящен. Обязательно. Конечно. А вот тут радиослушатели уже спрашивают. А тема ближайшего урока в эту субботу, когда хотим прийти в первый раз, к чему готовиться? Что с собой брать? Вот еще. Тетрадку, ручку. Нет, у нас еще вот отдельной темы нет уже. Вот наши уроки не посвящены к отдельной теме. Мы просто можем вот к какому-нибудь юбилею можем дополнительные вот дать дополнительные знания ребятам. Вот допустим о товарищеских национальных героях, героях Великой Отечественной войны, товарищеской национальности и так далее. Это мы делаем. А вот взять отдельный урок и посвятить отдельной теме. Мы этого не делаем. Пока. Да. Нет, конечно, можно делать, но мы идем по программу. Есть программа, отдельная программа. В каждом уроке вот эту программу мы выполняем. Вот эти темы выполняем. Вот я говорю, что четыре предмета, вот идем по этим предметам. Да, естественно, там когда будут знаменитые какие-то даты, допустим, ближе к Новрузу, мы расскажем о Новрузе. И перед Новрузом там есть какие-то даты, менее, может быть, такие значимые, но об этом тоже мы расскажем. Там далее идет, допустим, 12 апреля первый полет человека в космос, расскажем. Потом идет 9 мая праздник победы Великой Отечественной войны, естественно, потому что не было такой семьи в советское время, да, чтобы из этой семьи кто-нибудь там дед или брат деда или какой-нибудь родственник, чтобы он не участвовал в этой войне. Обязательно мы об этом расскажем. Особенно наших героев, известных генералей. Азиасланов, дважды герой Советского Союза, генерал и майор танковых войск. Обязательно мы расскажем. Обязательно про него детям расскажем. Детям и не только. Прямо сейчас Максим Клеменов расскажет, что происходит в Екатеринбурге, стране и мире. Делаем паузу на короткий информационный блок, потом возвращаемся в эфир. Продолжаем программу «Наши люди» на «Город ФМ» 107.6 и продолжаем говорить о талышском языке, талышской культуре. Еще раз напоминаю, Екатеринбург с 29 января 2022 года единственное место в России, где будут изучать и уже изучают талышский язык. Уже прошло 4 урока межнациональная библиотека на улице Академика Бардина каждую субботу с 15 до 17. Об этом нам рассказали Эльшан Гасанов, председатель Талышской национальной культурной ассоциации, руководитель ее молодежного крыла Илкин Амиров и непосредственно преподаватель, историк, исследователь талышского языка Заиродин Ибрагимов. Они у нас в студии отвечают в том числе и на ваши вопросы плюс 799-15-15-176, которые можно присылать на WhatsApp, либо задавать их по телефону прямого эфира 227-107-6. Я к Эльшану Ахмедовичу пока обращаюсь. Последователи у вас, как думаете, в других регионах появятся? Ведь всем известно, что как только кто-то начинает, за ним, остальным-то подтянуться почему-то гораздо проще, то ли с психологической, то ли еще с какой-то точки зрения. Да, мы об этом разговаривали с нашими товарищами в других регионах. Точно, 100% могу сказать, что в ближайшее время откроются тоже курсы талышского языка. Я просто полностью карты не хочу раскрыть. И будут. Они курсы в других регионах обязательно будут. Радиослушатели нам напоминают про Мэйхану, что мы обещали привести и, можно даже сказать, взорвать эфир. Здесь мы про Мэйхану сейчас поговорим. Я только вот что хочу напомнить, что этим летом я точно, да, точно я, конечно, сейчас не вспомню, но именно летом вот этого года исполнится 10 лет после того, как слово Мэйхан вообще узнали все. Когда знаменитая «Ты кто такой? Давай до свидания» разорвала интернет, а образ главного Мэйханщика он потом стал мемом в многочисленных шутках. И вот все лето 2012 года, ну, потом, конечно, уже чуть-чуть пошло на спад, но вот это, как говорится, знали все. Вот летом мы обязательно, обязательно это как-нибудь вспомним. Кроме того, Эльшан Гасанов признавался, что тех самых Мэйханщиков он лично знает. Да, я с ним знаком. Я думаю, даже если не они, обязательно, если летом вы пригласите, мы... А уже, 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 вот, вот уже, считайте, пригласили. Главное только оповестить, потому что это же такой конкурс. С нас тогда получается должок. Да. В лице Мэйханщика. Да, обязательно. Да, мы идем и придем в следующий раз. В этот раз у нас более, мы хотели посвятить, больше рассказывать об открытии наших курсов. Не, но это важно, это безусловно важнейшее событие. С нами будет Мэйханщик. А на уроках языка Мэйхана планируется? Тут же радиослушатель спрашивает. Не успокаивай. Не, ну мы понимаем такое нетерпение. Пока у нас 4 урока. 4 урока. Да, у нас там есть пение, песни мы слушаем, изучаем. Можно это тоже включать. Да. И Мэйхана тоже можно включать. Это хорошая подсказка. Да, хорошая подсказка. Спасибо за подсказку. Будем включать обязательно. Мы все равно хотим разнообразить наши курсы. Да. Кстати, я вот попробую сейчас еще среди наших радиослушателей такой ответный, пытается марафон запустить. А вот пришлите нам на WhatsApp, у нас где-то около 10 минут еще остается, какую-нибудь фразу, вот любую, вот любую фразу, а мы ее произнесем вам в ответ на талышском. Вот, как говорится, проверим готовность. Мы это, я сразу скажу, что я об этом гостей наших заранее не оповещал. Да и кто, ну даже если бы оповестил, то кто знает, какая придет фраза. Вот, пожалуйста, напишите нам сейчас абсолютно любую фразу, и мы ее переведем на талышский язык. Автору какой-нибудь самой оригинальной может быть, ну, там, не знаю, билет, абонемент на курсы. От нашей организации подарок. Вот, так что в добрый путь. Ну, посмотрим, насколько здесь все активны. Какие у вас еще планы на этот год, на ВРУС? Мы уже упомянули, 20 марта к нему готовимся, вот фактически уже меньше месяца осталось. Что еще? Я думаю, у нас в планах было, мы обсуждали это, пока что еще платформу ищем для того, чтобы провести какие-нибудь спортивные игры, чтобы дети развивались не только умственно, но и физическом в плане. Именно сделать, не то, что это какое-то соревнование, чтобы кто-то победил, а именно с точки зрения объединения этих детей, чтобы у них появилось общение. естественно, это соревнования, мы хотим и объединить со взрослыми, чтобы они тоже свой какой-то вклад вносили, это может быть между семьями какие-то соревнования. Мы об этом обсуждали, идет поиск платформы, и в каком формате это все будет происходить, это идет у нас пока что обсуждение, и как бы точную дату тоже сейчас не можем сказать. Я думаю, когда мы определимся с дядей Лешаном, когда и в каком формате это сделать, мы уже начнем оповещать об этом людей, но об этом разговоры идут, у нас планы есть, я же говорю, план на самом деле грандиозный, просто все по мере, потихонечку, как говорится, по крупицам, все собираем, пытаемся объединять людей. Ну и естественно, участие вообще в мероприятиях, которые происходят в городе, мы о них не забываем, куда нас приглашают, естественно, мы пытаемся участвовать каким-то образом, там, мне показывать, ну, последний раз, когда я был на мероприятии, к сожалению, на предпоследний, прямо на самом последний не смог поучаствовать, мы были в ДК Урала, там у нас была выставка наших, именно, наше подворье, там была национальная одежда, вот как раз национальный инструмент, о котором постоянно идет речь, вот у нас-то был один экспонатов, люди, на самом деле, очень сильно интересовались, первым делом спрашивали, ну, кто это вообще такие, я вам говорю то, что для многих людей это открытие происходит, именно для, не для организаторов, организаторы, понятное дело, уже нас знают, а именно для тех людей, которые приходят впервые, видят флаг, есть, оказывается, такое-то, есть свой язык, начинают задавать вопросы, у людей появляется интерес, появляется интерес, конечно, ко всем народу, ко всей культуре, но когда ты впервые видишь что-то, конечно же, у нас иногда бывают большие толпы, прямо возле нашего подворья, что нас уже плохо видно становится, вот последний раз, в котором в Синхе было мероприятие, вот там прямо вот так вот было, очень много народу было. Ильич, и правильно напомнил, в прошлом году мы в экономическом университете участвовали в международном экономическом форуме, 11-й международный экономический форум, молодежи, по-моему, так назывался, и в этом году мы получили приглашение, с 26-го по 29-го апреля мы примем участие в этом международном, 12-м международном экономическом форуме молодежи. Так, нам начинают потихонечку сообщения приходить, вот такое. Еще раз я напоминаю, задание для радиослушателей. Пришлите нам на WhatsApp, плюс 799-15-15-76, любую абсолютно фразу, вот любую на русском языке, а мы ее переведем, произнесем на талышском. Вот такую предлагают. Скоро весна, а там и любимое лето. Давайте даже преподавателю жгите. Да, Заиродина Гарзаевич. Так, еще фраза. Я люблю свою семью. Ух, как! Как готовились специально. Это местоимение Аз. Это Я. Это в древнерусском языке тоже Аз был. Да, да, да. Аз Есм. А в Талыши говорят Аз Хасим. У нас это сохранится, мы употребляем. Это Аз, это Я. В старославянском вот есть Аз, кто смотрел фильм, Иван Васильевич меняет профессию. Аз Есм Царь. Да, вот Аз Есм Царь. Это чисто на талышском. Сейчас, сейчас, прям говорят Аз Хасим. А аналог имени Иван есть? В талышей. Иван это... Вот Иван Васильевич меняет профессию, как будет по-талышски? Нет, нет. Это в связи с принятым ислама, у нас большинство это исламские имена, мусульманские имена. Как у русских тоже после принятия христианства, исконно русские, вот, да, христианские имена тоже вышли из моты, можно сказать. И насчет того, что древнерусские тоже назвали, значит, не Аз, а сказали Язь. Язь, помягче, Язь. А потом Зы выпало, осталось Язь, превратилось в Я. Вот, первое лицо, единственное число, русские говорят Я, а мы до сих пор говорим Азь. Это талыши. Как приятно слышать вас по радио, пишет радиослушательница. Ну, возможно, просто комплимент. Хорошо, давайте эту фразу переведем. Спасибо, огромное спасибо. И переводим эту фразу на талышский. Не, не, как вас приятно слушать. Как вас приятно слушать по радио. Как радио по-талышски. Радио. То есть радио так и будет радио. Радио так и будет радио, да. А, кстати, вы сказали, что какое-то талышское радио ведь тоже существует. Есть, есть, да, конечно. А в Екатеринбурге оно где-то, ну, хотя через интернет же сейчас все, что угодно можно найти. Это через интернет. Есть интернет-талышское телевидение в интернете и талышское радио. С Днем Защитника Отечества просит поздравить по-талышским. Ну, да, действительно, наступает. Завтра праздник. Шумани талысохт, те мердаружи табриккардом. Сейчас по-другому я скажу. Он говорит, с праздником мужчин поздравить. С праздником мужчин, да? Я сейчас поздравлю с праздником Советской Армии или Российской Армии. А можно и так, и так, и Советской, и Российской Армии. С Советской Армии. Шумани табриккардитамун. Или по-другому. Ты, Русия, артиши. Ружимы насибаты. Русия халги. Табриккардитамун. Так, ну и вот, что называется, на закусочку нам радиослушатель Илья такое прислал. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят в ведра ядра кедров. Заранее просит прощения, несколько смеющихся смайликов, и тем не менее. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят в ведра ядра кедров. Сначала, недрах тундры, это чатундра нагалёна, да. Это из того же фильма «Бриллиантовая рука» дальше идёт непереводимые слова. Да, точно. Это, наверное, сложно перевести. Немножко там есть такие выражения, надо, вот, выдра, как у нас будет? Выдра, я не, это, овимуш. Овимуш, да. Всё равно спасибо. Спасибо, спасибо за вопросы. Спасибо. И готовьтесь к Мейхану. О дате Мейхана в прямом эфире будет объявлено особо, но это мы на лето где-нибудь запланируем. Ещё раз напомню, к десятилетию. Ты кто такой, давай, до свидания. Сейчас ещё раз напоминаю, что в Межнациональной библиотеке на улице Академика Бардина каждую субботу с 15 до 17 часов, да, в том числе и вот в предстоящую, единственные пока вообще на планете, и Екатеринбург этим по праву может гордиться, курсы талышского языка, которое преподает историк-исследователь и преподаватель талышского языка Зайрадин Ибрагимов, которого мы, может, всё-таки скажем? Да. У которого сегодня день рождения. Сегодня, 22 февраля. Да. Зайрадин Агарзаевич, здоровья вам, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо вам большое. И побольше талантливых учеников и культурных открытий. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам за добрые слова. Так что вот вас с днём рождения. Ильшана Гасанова, председателя Талышской национальной культурной ассоциации и руководителя молодёжного крыла организации Илкина Амирова. Мы также благодарим. Приходите ещё. Спасибо за то, что вы делаете. И вообще с вами интересно. Вам огромное спасибо за приглашение. И придём, обязательно придём. И в следующий раз с механщиком. Тем более мы обещали, за нами долг, долг, платежом красе. Ну вот, стол красный у нас уже есть. Так что ждём механщика. А радиослушателям нашим я рекомендую сегодня, очень рекомендую дождаться 17 часов, когда в программе «История успеха» к Игорю Цыганову придёт Семён Соловьёв и расскажет про историю своего успеха. А это, между прочим, винотека, целая винотека Соловьёва. Так что не пропустите. В 6 вечера итоги дня. Каждые полчаса новости с Максимом Клемёновым много хорошей музыки. Ну а после 7 вечера я кое-что расскажу о спорте. Аяков Михайлович Можаев про оживление солёной селёдки. Так что город ФМ-176 оставайся на нашей частоте.